Пётр Гуменек на льду. Дайнеко. Это спортсмен, который лучше остальных показал среди юниоров, российских юниоров на международном уровне. Второе место в финале юниорского гран-при проиграл только Стивену Гуменеку, канадскому спортсмену, также с русским паспортом. Который, кстати, уже отобрался на юниорский чемпионат. Стивену Гоглеру, да, конечно. КОНЕЦ 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 И он выполнил хороший каскад тройной луц, тройной тулуп и тройной флип, и еще тройной аксель. Но хочется еще, знаете, что подметить, что в самом конце у него не получился тройной луц, но все равно он к этому двойному луцу смог прикрепить тройную тулупу. Это говорит о том, что борьба идет каждую секунду, прям вот до последнего. И даже если что-то не так, все равно, либо все-таки, когда тебе 16 лет, немножко проще, наверное, сражаться с какими-то посторонними мыслями. В любом случае с возрастом приходит, конечно, и уверенность, но в то же самое время с возрастом приходит опыт. И в то же самое время приходит, конечно, уже не то что боязнь, а проиграть. Рефлексия болезни, да. Уже, да, ты начинаешь немного более осмысленно выступать и готовиться, и осмысленно проживать эти турниры. Петр Гуменек после короткой программы шел, но пока идет на второй строчке. Результат у него 85,94. Это чуть больше балла отставания от Данила Самсонова, который расположился на первом месте шатроны. Мы совсем скоро увидим, как Артур и Даниилян, который выступят в следующем после Петра. Но мы видим, как Петр в данный момент переживает, и это нормально, потому что сейчас как раз решается, собственно, решается путевки. Кто же по ней, по ней, по ней, с чемпионатом. Даже с одним дедакшеном по-произвольным показывает он третий результат. Но благодаря шикарному заделу в короткой программе Петр Гуменек сейчас занимает первое место. Можно сказать, что он в любом случае уже на три стали подсчета, потому что осталось выступать всего лишь двум юношам. А это значит, что как минимум Петр Гуменек завоевывает бронзовые программы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!